Так, друзья, мы сейчас будем пить водку. Мы сейчас будем водку. Ой, там градусов немерено, ты что? Как выпьешь, сразу падает. Вячеслав, скажите, что такое водка, чтобы народ знал, те, кто нас в лес уже... Вода колынова, настоянная на травах, чистая вода, настоянная на травах, на ягодах и прочее. Очень полезная для организма. Смотри, какая здесь красота, какая ромашка. Да, и что ты? О, давай, давай, давай. Больше наливай водочки, больше. Хороша, ну ладно. Смотрите в видео, чтобы не было. Вот так вот водочка. Вот такую водочку мы пьем. Да. Чтоб все так пили. Водочки нам, водочки. Опа. Вот такую водочку мы наливаем. Ну что? Как красиво смотрится этот, на траву. Главное пошли водку пить, я не пью. Ха-ха-ха-ха. Вот, друзья, такая водочка у нас. Не выривает? Я говорил что ж такая водочка? Ну, давайте, как говорится, будьмо. Действительно, за здравия. Будь добру. Обязательно. Вот так. И пьяшок лекарства. Так, мы пьем водочку, и вот главный куховар, который забодяжил вот эту водочку, вот, расскажите нам, пожалуйста, какой секрет, рецепт этой водочки. Секрет такой. Еще раз. Дай привет, кстати. Бабушка, дедушка. Еще такой, Вячеслав, еще скажи, что такое водочка, чтобы народ слышал, что такое водочка, вода, водка. Вода колынова, то бишь чистая вода, чистая колодезная родниковая вода. Она наставилась на трава, на ягодах, на фруктах, на чем угодно. То, что имеет, несет витамины, несет, как говорится, энергетику жизни и прочее, прочее, прочее. Все, и люди ее из древности, как говорится, употребляли на раз-два. Пиво тоже, от пятна вода. Это мы говорим сейчас о том, как искажен, это мы сейчас говорим на славянском, на старославянском языке, да, водка означает вот то, что вы сказали. Ну, вода самая, сейчас она искажена, потому что сейчас идет везде подмена понятий и прочее всего остального. Вот. Пиво, пиво, пятна вода. То, что подразумевается сейчас под пивом, это, ну, в смысле, это самое, под пивом. Это порошковое соединение, люди пьют вот именно вот это вот гадость сейчас. Пиво, раньше, раньше, пиво означало брага. Не та брага, которая настояна для самогона, а брага, она варилась. А расскажите, для непосвященных, что это такое, потому что, ну, у нас всех понимание одно. Пиво. Нет, 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 брага, брага, что такое брага? Брага, брага, это то же самое, это хмель, солод и прочее. То, что сейчас как бы рекламируют под пиво, раньше вот это самое шло в этот самый, ну, там еще ингредиенты добавляются, там разное идет, это самое, вот. В основном, я же говорю, хмель, солод, это самое, оно все варилось. Сейчас не варится. И раньше оно называлось брага, но никак не пиво. Пиво называлось именно. То есть, оно было безалкогольное все, правильно? Вообще все, нет, как, нет, оно, нет, алкогольное нет, там не было алкоголя, алкогольцы же другой. Был хмель, хмельные напитки. На Руси были хмельные напитки, но разрешалось пить хмельные напитки только в том случае, если человек, человек выполнил долг перед родом. И то, и то. То есть уже, да, когда уже дети есть. Трое детей, по-моему, должно быть, не меньше, да? Девять детей. Девять! Девять детей разрешалось выпить, допустим, там чарку. Чарку хмельного напитка. Чарка это сколько? Чарка это 26, ну, 26, ну, где-то, ну, где-то, короче, от 26 до 27 грамм. Да. Я сейчас точно не помню, но самое, ну, где-то вот так вот. Если человек выполнял, как говорится, уже 16 детей у него было, ему разрешалось две чарки. 16 детей. Да, но это, это. Это такое тоже было? 16 детей? Одна хуторянка родила, сколько, 67 детей? Да. 67 детей на хуторе. Никого больше не было. Родила это самое. Причем двое из них умерли, ну, естественной смертью это самое. Там что-то случилось или прочее. Все остальные выросли, все. Мать-героиня, но никто не говорит про мужика, какой он герой. Он же их воспитал, он же их на ноги поставил, люди вылил. Оба, да. Да, но воспитывает в основном мужчина. Ну, да, да. Мужчина... Ну, мама дает свое, мама свое дает. Женщина, мать дает ласку, прочее, все остальное. А мужчина-мужчина воспитывает. Почему? Потому что само понятие воспитание переводится как аббревиатура со старославянского языка. Это ведающим отеческим словом питать. Отеческим, но не материнским. Интересно. Вот это передается на самом деле. Кто, как не отец, может воспитать сына будущего воина, защитника рода и прочего? Конечно, конечно. Мать не воспитали. Кто лучше всего воспитает девочку? Мама. Мужчина, потому что только... Дочку. Потому что только мужчина знает, какая должна быть жена. А, в этом плане. И он воспитывает ее так, чтобы потом не краснеть перед другим родом, куда она отойдет. Скажут, ты кого нам воспитываешь? Ты кого подсунул? Это дисциплина. А мама что дает для девочки? Мама, я же говорю, ласку, тепло, добро, все вот это все. То есть папа дисциплина? Это диктатор дисциплины и ее исполнителька? Я бы не сказал диктатор, дело в том, что наши предки раньше... Он устанавливает законы и посмотрит, чтобы они выполнялись, правильно? Я понимаю. Не совсем так. Воспитывать ребенка... Раньше не воспитывали детей на этих самых, на отрицательных образах. Ничего не запрещали, абсолютно. Абсолютно ничего. Там смысл был такой, что, ну вот как сейчас говорят, дети как губка, да, они впитывают все. Поэтому, поэтому, раньше, раньше шли, ну вот как у меня вот порода, она шлоп передавалась, это самое. Раньше они, ну как бы сказать... Короче, все взрослые, бабушки, дедушки, там, прабабушки, кто там сохранялся в семье. Они не воспитывали, по сути дела, вот как сейчас принято думать, да, они просто делали так, каким завещали предки. Дети, дети смотрели на взрослых и просто их копировали. Да, да, да. Вот и все. Да, мне кажется, что лучшее обучение это пример. Конечно. Твой собственный пример. Конечно. Пока не пришли христиане. Как только пришли христиане, все. Все родовые устои пошли, как говорится, по... Можно сказать, наверное, не христиане пришли, а просто как лишили нашей веры. Как нас лишили нашей веры. Нашей веры никто не лишал. Ну. Но меня же не лишили, значит, уже не лишили. Вам повезло, видите, а сколько людей у нас погибли, когда же гражданская война была, насколько я помню, да? Помню, насколько я помню. Давай на «ты». На Руси на «вы» называли врагов. Я знаю, я знаю. Мне надо датируется в России. Поэтому это самое. Спасибо вам огромное за просветление касательно водки. На благо. Будем дальше. Намасте.